Ну что, всем доброго дня! Очередное видео про будет Grand Starks, не Starks, Grand Starks. Grand Starks у нас 10-го года, евро 4-й. Тут, знаете, будем снимать не ремонт, а, наверное, пройдем по ошибкам, все-таки по ошибкам, по проблемам двигателя. И самое главное здесь найти правильно проблемы, которые сейчас я озвучу. И еще один момент, забегу вперед, сможем ли мы на ранней стадии спасти этот двигатель? А теперь рассказываю, что с ним на самом деле произошло. Получается, у нас пробег 184 тысячи сейчас на приборке. Ну, клиент вчера с ним пообщался, он заявляет, что 100 тысяч назад сюда устанавливался новый шорблок. То есть мин 184 минус 100 получается 84. Ну, как бы, я не знаю, может быть, по каким причинам, я даже не спросил, как он сломался и что произошло с ним. Но я не видел и не слышал, чтобы 84 тысячи ломался этот двигатель. Да, у него много своих проблем, но 84 тысячи нет. Я не видел. То есть можно предположить, что пробег скорее всего скручен. Вот. Его, кстати, можно проверить. Пробег. Скорее всего, он скручен. Вот. Машина вчера пришла. Жалобы какие? Жалобы. Растет уровень масла. То есть на щупу он уже сливал. Я смотрю на пробочки, то есть он говорит, я пару литров сливал. И опять было выше нормы. У нас здесь, в Евро четвертом, то есть топливо может попасть в масло. Либо через форсунку, но не через распылитель. Через распылитель попадает уже в Евро пятых, Евро шестых, когда забивается экология или там неисправность самой форсунки. Здесь, то есть колпачок, который прикручивается у нас, притягивает распылитель к форсунке. Когда сгорает, ну, как правило, это происходит, когда сгорает пламя гасящая шайба. Из-за высокой температуры колпачок ослабляется и топливо попадает. То есть, если у нас там в Евро пятых, Евро шестых уже цельная шахта, то здесь у нас есть пространство между то есть клапанной крышкой и головкой. То есть там пустота. И топливо поднимается вверх и выливается. И вторая причина это, то есть, насос ТНВД, сальник. Будем снимать двигатель и разбирать и искать эти проблемы. Это первое. Второе. Именно, то есть, он приехал своим ходом, все вроде бы как все прекрасно, но вот жалобы только на это. Ну, открутив пробочку, то есть, увидели, что здесь стоит белый прям дым, коромыслом таким. Здесь причины две. Опять же, либо это пламя, гасящие шайбы, сгорели, либо такое происходит, когда происходит поломка турбокомпрессора. Турбина может сломаться от передова, либо может сломаться от голодания масла. Вот это мы тоже будем выяснять при разборке. Будем смотреть турбокомпрессор и когда снимем топливные форсунки, тоже увидим, что там сгорело или не сгорело. И также при диагностике сразу на горячую стали заводить двигатель и он крутил очень тяжело, то есть, он прям тяжело прокручивал, как будто на себя берет стартер или там съевший аккумулятор, а потом заводится и работает все отлично. Вот. И на это клиент ответил, что на холодную она заводится прям вообще с того оборота, идеально работает, а вот именно на горячую заводится плохо. И здесь мы как бы постарались ему объяснить, что это как бы скорее всего что-то со вкладышами, так как у нас топливо, дистопливо разбавило масло в картере. Вязкость масла упала, давление масла упало и от этого могут все быть причины, то есть плохой запуск двигателя она горячая, потому что зажимает вкладыши, то есть у нас голодание. Также может произойти поломка турбокомпрессора, но не факт, то есть по турбине еще и могут быть как бы у нас и шайбочки. Сейчас мы эту штуку отключим. Поэтому, поэтому, поэтому смотрите, дело в том, что здесь ставился шорблок, он приобретался у нас, то есть это шорблок, это в сборе блок цилиндров с коленчатым валом, то есть шатунами и поршнями, все в сборе. Поэтому очень жалко было это все сейчас выкидывать, хотя он говорит, а может быть у вас есть контракт или какой-то еще, говорим, нет, сейчас та самая ранняя стадия, когда есть большой, огромный шанс спасти мотор, то есть и спасти шатуны, спасти сам блок и спасти коленвал. То есть возможно, мы обойдемся не совсем, с такими серьезными вещами. Ну как бы да, вкладыши, масляный насос, такие вещи, как гидрокомпенсатор обязательно пойдут на выброс. Это прям закон. То есть наша задача в этом видео найти проблемы именно или источник вообще всей проблемы, что случилось. кстати, форсунки визуально выглядят прям просто в идеальном состоянии, на что клиент ответил, что тогда же 100 тысяч назад они поставили новые оригинальные форсунки. Это первое. И второе. Сразу жить. Ему было предложено снять поддон. Поддон сняли. В поддоне была мелкая стружка откладышей, то есть ее довольно много. Тоже ее там увидим потом. И маслоприемник частично забит сажей. На вопрос то есть шайбы вы меняли, делали? Он говорит нет. То есть вот смотрите получается за 100 тысяч эти шайбы могут сгореть даже через 10 тысяч, потому что шайбы могут быть неоригинальны, шайбы могут быть установлены неправильно, то есть вверх ногами допустим неправильно притянуты, не отфрезерована шахта. Сейчас очень много китайских фрезы, которые мало того, что они не делают лучше, они делают хуже, потому что угол фрезы неправильный, то есть он не подходит. И масса случаев, где вот это все происходит. Двигатели здесь снимается максимум час, то есть если есть подъемник, есть пневмогайковерт, он снимается час отсюда. как быстро все снять? Если здесь только в тех случаях, когда все стоит штатное, то есть штатные болты на месте бывает, что прям что-то разные болты и под звездочку, и под торакс, и непонятно какие. Если все штатно, он снимается в течение часа, мотор. Самое главное жабло, стеклоочтитель, его обязательно снимаем, потому что очень многие ленятся, можно вытащить, и потом когда вставляют гуть сюда подставляют, ломают. То есть если у вас откломано или согнуто вот здесь в этом месте, значит при снятии вам ее не снимали и сломали. Поэтому жабло разбираем, бампер снимаем, фреон откачиваем. Сейчас снимаем панель быстро полностью в сборе. Продолжение следует... В нашем случае, ну вот в моем случае, ну то есть час, максимум два мне нужно снять двигатель. Мне нужно снять мотор, оттуда вытащить, снова кинуть туда панель, поставить АКБ, то есть собрать жабло, не прикручивая там две части, прям бросить, то есть собрать и подготовить полностью машину, чтобы она включалась зажигание, то есть поднимались, опускались, закрывались, то есть полностью машину надо будет выкатить отсюда. То есть два часа максимум. Помимо того, что мне нужно будет подготовить ее сейчас, вытащить оттуда мотор, нужно сделать дефектовку. Не навесного, а то есть в целом проверить систему охлаждения, те патрубки, которые я буду снимать, те детали, которые находятся на панели, то есть также проблемы с бампером, если какие-то есть, где-то какой-то саморез, шуруп, все нужно учитывать. У евро-четвертой грандстарксов, допустим, частая проблема клинит вентилятор. Вот, видите, вот, пожалуйста, все. То есть, мы, фреон там был в системе, я его оттуда откачал, мы его заправим, он будет работать, но будет работать плохо и недолго. Вот здесь у нас находится предохранитель на вентилятор с кондиционера. Он такой у нас, вот он, 30-амперный, он сгорает. Сейчас я выломаю это стеклышко, чтобы вам было видно. И вот видно, что он сгорел. Вот, все, бедняга. Также будем смотреть, радиаторы забиты или нет, потому что комплекс помыть на грандстарксе что-то в районе там 12,5 тысяч, то есть это масла, расходные материалы там для фреона антифриз и все заправки, работы, разборки, сборки, то здесь, здесь это обойдется в 3,5 тысячи рублей. То есть уже будет мойка радиаторов. То есть из панели мы просто вытащим пакет, разберем его, помоем и обратно вставим. То есть это будет раза в 4 дешевле. Поэтому, когда я его буду сейчас снимать, я его гляну, забит он или нет. В грандстарксе, конечно, посмотреть, забит радиатор или нет, очень сложно. Довольно. По интеркулеру точно так же будем смотреть, забит он или нет. Ну вот у интеркулера есть чуть-чуть подтекания. А, интеркулер стоит уже от евро 5. То есть, видите, вот этот датчик температуры не должно быть. А датчик давления бустом ап стоит в другом месте. В принципе, осталось отсоединить сейчас с охлаждением и все. Панельку скидываем, два болта. Лучше учиться на чужих ошибках. Вот здесь вот этот болтик, он прикручивается. Очень часто на грандстарксе вот здесь прикрученный, он прям прикручен, смотрите, на ржавое место, то есть они как на краску прикручивают с завода. И когда болт ржавеет, то есть не важно, что здесь чисто, болт ржавеет внутри, массы нету. перед установкой почистите его, потому что при включении света нагрузки он будет тусклый, то есть масса будет плохая. То есть нужно будет зачистить и я обычно делаю, выкидываю, ставлю новый болтик, то есть свежий, не ржавый. Он всегда там ржавый, выкидываю его. Так, эти болтики два не выкидываем, мы вставляем, потому что панель буду обратно ставить, мне надо будет ее наживить. Трубочка вот здесь как индейная, вот он подцепился, отлично, оп, и шланг вот здесь шланг, он должен быть на своем штатном месте, но он прицепился, потому что здесь нет хомутика уже. Так, оттаскиваем панель, сразу делаем визуальный осмотр, вот здесь фара, видите, не застегнута, а лампочка вообще вообще ужас какой-то, то есть лампочка вообще не стояла, вот, все на месте, эту штуку надо иногда смазывать резиночку, чтобы она заходила вдшечкой, маслицем, но не переусердствовать, потому что она потом разбухнет, в бачке антифриз чистый, норма, здесь тоже, видите, ничего нету, все, лампочка тоже стоит криво, не на месте, то есть непонятно, как тут светил свет, где-то у меня такая валяется даже заглушечка ее, можно будет поставить, а, она даже, ее не смогли поставить, потому что здесь одна широкая и две узких, вот, вот теперь все правильно, вот, видите, и надо будет поставить заглушечки, вот, грязь здесь опять же скапливается, вся летит в фару, это говорит о том, что с подкрылком вот, вот она, видите, дырка, то есть как только в подкрылке появляется дырка, здесь сразу появляется грязь, везде полностью, так, здесь тоже сразу же, вот, то есть по интеркулеру, по патрубкам, здесь все хорошо, вот эти вот на фланцах охлаждения, вот эти вот наросты все алюминиевых, надо будет обязательно счищать, обязательно, то есть и здесь, и там, где он будет, потому что, если при сборке вы поставите, нагреется, появится давление в системе и обязательно начнет капать, теперь будем снимать интеркулер в сборе, снимаем, даже вентилятор мы оставляем, не снимаем, снимаем вокруг провода, топливную систему, потом откручиваем сзади коробку, на подушке получается, отворачиваем два болта и вытаскиваем два правых, два левых. Так, ну что, готовим машину к выезду, вот эти две, потому что дождь, зимой снег и так далее, так далее. Гидротрансформатор на коробке, смотрим, чтобы не выскочил сразу, смотрим, чтобы было сухо, чтобы сальник не подтекал, нам надо вернуть сюда плюсовую клемму, также надо убедиться, что клемма не замыкает никуда, потому что здесь будет питание, вот, ту от генератора я убрал, на эту перчатку одеваю, вот здесь на трубку тоже кондиционер желательно одеть, хотя я не думаю, что будет она долго стоять, машина, я думаю, что на следующей неделе буквально, сегодня пятница, сегодня задача сделать полностью дефектовку, понять нам, что нужно, сколько это будет стоить, и устраивает ли это все стороны, а вот, кстати, фильтр воздушный, в каком-то видео я говорил, если вот здесь вот серый, он должен быть белый здесь, то есть здесь он может быть весь забит, а здесь серый, это говорит о том, что картерные газы при разгоне, сбросе газа выскакивала сажа и попадала на поверхность, это когда бывает передов турбины или сгоревшее пламя госящей шайбы. Так, аккумулятор кидаем, сразу что же. Слушай, так все-таки вот пламя госящей шайбы, такой, да, камень предоставления, короче, у этого мотора. Есть какие-то, может, шайбы какие-то, которые не сгорают? Нет, нет, ничего нет. 12 лет назад, что сейчас, все одно и то же. Только единственное, что даже 6 лет назад, то есть, не было мыслей о том, что что-то может быть неоригинальное, там, кто-то левое подбросил. То есть, все были уверены, все были спокойны, ставили детали и все работало. То сейчас основная задача, прежде чем поставить деталь, в ней нужно убедиться, что она на самом деле хорошего качества. Это, наверное, самая основная вот сейчас проблема, которой, то есть, раньше не было. Продолжение следует... Клинвал остался целый, визуально он в прекрасном состоянии. На некоторых коренных появились небольшие царапки прям, но его отполирует, отдадим в наш токарный цех, проверит на... Хотя, я думаю, это будет ровно, то есть, проверит на кривизну, проверит на биение и отполирует и снова он пойдет в строй. С балансировочными валами валы ставили, видимо, шурблоком новые, то есть, проблем по ним вообще никаких нету, то есть, они прям без выработки, в идеальном, можно сказать, состоянии. А вот по втулочкам, сейчас покажем попозже, по втулочкам. Дело в том, что как-то было в видеоразговор, дело в том, что заводской зазор, он где-то примерно 0,9, даже 0,10, ну, 0,8 в лучшем случае. Будем перевтуливать и будем делать под 0,6, 0,7. Стал мыть балансировочный вал, то есть, вовнутрь льем и отсюда вываливается прям тружка, то есть, высыпается. Она очень мелкая, то есть, это было только начало всего. Смотрите, постели распредвалов чуть-чуть у нас есть небольшие проблемы, а задиров тоже, можно сказать, нет, то есть, практически идеальные. постели распредвалов будем оставлять. Вот здесь есть, обнаружилась проблема, которую, конечно, никак не относится к нашему сейчас работе. Вот видно, что разбило кулачок, раз, и вот второй. То есть, распредвал выпускной под замену. Постель распредвалов останется старая. И, смотрите, вот у нас, допустим, целый с маленькой рокер с царапкой, здесь целый, а здесь они прям сточены вот на одну сторону. То есть, раскатало их. Это вот как раз два рокера, которые попали под кулачок выпускного клапана второго цилиндра. Вот так выглядит сажа, кто не знает. Вот она, то есть, там она внутри еще есть, туда дальше. Вот. Ну, немножко я там вымыл уже, но не был забит полностью, но в итоге сажа есть. Вырубил. Так, дальше, идем дальше. Коленвал, опять же, полировка. Вот по вкладышам, смотрите, у нас шатунные практически все были еле-еле только так, чуть-чуть. Сажата была вторая шейка, коренная, вторая и третья. То есть, вот он, задир на вкладыше. Вот. Все, можно сказать, было на начальной стадии. Шатуны тоже все в прекрасном состоянии. Кольца, поршня. Сейчас покажем, что с гильзами. Вот он у нас получается. В итоге он прошел 110 тысяч. То есть, вот он все, хон, тут все в идеале, каждый цилиндр. Вот она втулочка. Как раз-то втулочка у нас левого балансировочного вала. Она разбита. Здесь, если, допустим, с правой более-менее, то с левой разбита. Помимо того, что ее разбило, как крышку, всегда, при любом ремонте двигателя D4CB, неважно, евро пятый, шестой, десятый, неважно, какой пробег. Смотрите крышку. Всегда крышку шестерню балансировочного вала. Вот она. Эта крышка, то есть, во-первых, она болтается вот вверх-вниз, очень сильно там разбивает вкладыш, тем самым создает биение. И у нее разбит корпус. То есть, вот он. То есть, он ходит туда-сюда. То есть, корпус стало уже съедать. То есть, балансировочный вал у нас ходил вот так. Постоянно биение был. Крышка под замену, масляный насос под замену. Турбокомпрессор устанавливался оригинальный. Все. Появился небольшой осевой люфт от голодания масла. И завышен радиальный. В идеале поставить картридж. Потому что сейчас новая оригинальная турбина будет стоить очень дорого. И как вариант, то есть, поставить картридж сюда. И теперь самому главному причина всему этому. Причина это снова пламя гасящая шайба. Смотрите, форсунки. У нас форсунки, допустим, первая, вторая, третья. Вот шайбочка, как выглядит, которая прошла, допустим, 110 тысяч. То есть, все, они сейчас прикрыли. Вот. Как новая. Да. И вот, что осталось от шайбы на четвертом цилиндре. То есть, вот так она у нас выглядит вся черная. Прогорала. Это вот остатки от нее. Даже не знаю, как ее тут привести в порядок. Но дело в том, что ее даже било. Потому что болт крепления четвертой форсунки был откручен. То есть, он при откручивании был слабый. Мало того, что она прогорала, еще и била. Теперь задача следующая. Откуда газила мы нашли? Почему крутился двигатель? Тоже нашли. И теперь откуда пропадает топливо? Сейчас прямо идем. Я думаю, что к этим форсункам не стоит лезть. Очень часто сталкиваюсь с тем, что когда сгорает пламя гасящая шайба и топливо начинает пропускать вот здесь, через колпачок. Мне надо... Так, что за форсунка? По идее у нас Гранд Старкс. Сейчас посмотрим, что это такое. форсунка у нас 275. Чаще она встречается... А, они же покупали новые ставили и купили от Kia Sorento, потому что у нас должны быть 274 стоять, по идее. А стоят получается 275. Ну, это не важно. Так, так, так. Если же здесь мы сейчас ничего не увидим, это тоже вполне возможно, что мы можем здесь ничего не увидеть. Если здесь будет сухо, то вместо вот этого насоса сюда на стенд мы поставим тот насос, также дадим ему нагрузку и будем вон там смотреть. То есть, между приводом и насосом будет визуально видно, что что-то тут топливо или нет. Так, вот, смотрите, вот из-под колпачка, из-под сажи появляется топливо, то есть, как раз, где колпачок прикручивается к форсунке. То есть, ее нужно будет разобрать, все почистить, собрать заново и проверить еще раз. Здесь вот тоже все выступать стало, а сейчас на максимальных оборотах начнет подтекать. Вот тут вот уже вот прям капля все уже вот есть капля топлива. Практически. Ну вот по утечке, то есть попаданию топлива тоже проблему нашли. Насос не знаю даже. Насос, смотрите, я насос на утечку возможно я поставлю на стенд и тоже проверю, но я сперва поставлю его сюда зажму в тиски и у насоса тоже есть вал и на валу стоят два вкладыша, то есть наружный и внутренний. И я обычно беру за вал и качаю его. Если у вала есть вот этот ход, то есть радиальный, то есть она болтается у нас вал, то тогда в таком случае будет смысл поставить на стенд и глянуть будет утечка или нет. Дело в том, что что происходит у нас вот он стоит это тоже кстати распространенная штука ставят на стенд насос допустим проверяют он не течет но на самом деле цепь потом когда у нас идет она утягивает вал вот так в сторону и появляется как раз на сальнике зазор то есть когда на машине насос стоит он будет течь но если поставим на стенд он не будет течь потому что у него нет нагрузки на данный момент то есть на стенде поэтому иногда то есть не знаю если вы там все таки у вас есть такая проблема нужно зажать в тиски насос и прям взять завал руками и покачать то есть вот этого радиального люфта то есть у ТНВД не должно быть смотрите сейчас в принципе вот вышло немного опять же допустим распредвал рокера они у нас сейчас не относятся как бы к нашему ремонту крышку ГРМ которую ребятки тоже видимо поставили неисправно или может быть это случилось за вот эти 110 тысяч возможно произошло ну в любом случае то есть суть всей этой заморочки была в том чтобы подсчитать сколько на ранней стадии выйдет ремонт двигателя то есть мотора вот а во второй части мы уже вам когда снимем то есть все подсчитаем наверное сделаем общее там с крышкой ГРМ также допустим с распредвалами и без них то есть если бы к примеру распредвал был бы целый там с крышкой и сколько бы у нас ушло бы на затраты то есть это балансировочные втулки их замена масляный насос вкладыши и в принципе ну вот там комплект гидрокомпенсаторов наверное успокоители на цепи ГРМ кстати не растянуты но вот на успокоителях на нижних там на средней и нижней цепи немножко есть выработка поэтому их тоже будем обязательно менять по головке тоже потом расскажем в принципе визуально все хорошо трещин нету но завтра она будет подготавливаться мыться она будет отдаваться на прессовку и на промера то есть если ее промеряют и она у нас не газила не пропускала если у нас будет выйдет за рамки искривление то ее конечно шлифан разбирать мы ее в любом случае будем разбирать притирать клапана то есть ремонт будет полный и как раз расскажем вам что у нас вышло ну все всем пока у нас и м м и м и и м и